практически открыли эту трансляцию. Я хочу спросить у нашего невидимого... Есть или нет? Отлично. Тогда мы 10 секунд молчим. После этого... Вы пока ставите лайки. Возвращаемся уже с Андреем Колесниковым вместе. Мы продолжаем нашу трансляцию. Максим Курников, Ирина Ваблоян. Живой гвоздь, эхо. И с нами на связи Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, вот Володин сравнил Путина и Николая Второго. Говорит, эх, если бы на месте Николая Второго был бы Путин, история пошла бы по-другому. Что это за фантазии? Ну, 91-й год он тоже припомянул. Ну, вы знаете, сейчас модно стало применять некоторые исторические аллюзии. Сам Путин апеллировал к 1917 году. Приравнал себя тем самым к Николаю Второму. Ну, Володин вообще отличается специфическим типом мышления. И высказывания его иногда немножко комические. Ну, почему Николай Второй? Николай Первый у нас на дворе. Он нас поправит и идет семимильными шагами к развалу страны. Ну, не к развалу, конечно, но к неким очень серьезным проблемам. Собственно, наиболее естественное сравнение как раз с эпохой Николая Первого. Хотя, Андрей, я вдруг вспомнил, что действительно Путин отказался проводить амнистию, ровно мотивируя это 1917 годом. Говорю, вот перед 1917 годом провели амнистию, вышли какие-то уголовники, и вот что произошло. И парадоксально, но сейчас именно уголовники устроили определенный мятеж. Нет, ну, безусловно, это мятеж криминализированного государства. Это вот удивительный парадокс. Это все сделано на государственные деньги, это все сделано на деньги налогоплательщиков, оплачено широкой рукой Путина, как если бы кто-то зашел в ресторан и широко разбрасывал бы деньги и давал бы чаевые многочисленные. Чаевые буквально в смысле, потому что Конкорду еще дали заработать на поставках питания военнослужащим. То есть Пригожин еще и чаевые обильные получил. Ну, и главные персонажи вот этого всего, они, собственно, да, действительно заключенные. На основе непонятно какого закона, выпущенные из тюрьмы и отправлены воевать. А потом освобождаемые, да, причем люди с достаточно серьезными, там, ну, так сказать, по сложным спискам, с серьезными преступлениями за плечами. Это все сделало государство. После этого нам говорят, что государство сильное, государство устояло, народ консолидировался. Ну, нормальное государство такие вещи не делает. И ведь действительно, вот это вот аутсорсинговое мышление, скажем так, вот кому-нибудь что-нибудь отдать, какой-нибудь кусок занятий, и пусть вот они там возятся на государственные деньги. Это же совершенно типично. И не только вот в этой области, где трудился Пригожин. Это вся экономика этим пронизана. Недавно раздались голоса по поводу того, что, ну, вот в экономике не хватает рабочей силы, давайте заключенных использовать опять. А для того, как, либо это замену, значит, мигрантам, что имеется в виду, либо это, я не знаю, на оборонзаводы всех пошлют, что дефицит так квалифицирован на рабочей силы. Может, кто-то слышал, что у нас там безработица низкая, очень практически рекорды бьет. Это вот такое государство. И его построил Путин из последних сил за 20 с чем-то лет. Он строил, построил то, что построил. И теперь это возвращается ему в бумеранг. Да и помните, эти форумы, у них было запоминающееся название Россия-Африка. И как раз в некотором смысле об этом Кирилл Рогов написал статью, анализируя африканские мятежи и перевороты. Он пришел к выводу, что это очень... Наверняка читали эту статью. Согласны ли вы с выводами? Есть с чем поспорить? Нет, вы знаете, статью я не читал пока. Я читал буквально вчера, дочитывая замечательный совершенно роман лауреата Бенковской премии Лейлы Слимани. Это марокканского происхождения французской писательницы. Замечательный совершенно. Это второй том ее семейной саги марокканской. Он описывается переворот 1971 года, когда военные пытаются скинуть короля Хасана II. он каким-то образом в этом перевороте выходит сухим из воды. И потом по телевизору, который в новинку в стране, естественно, показывают казни, в прямом эфире казни военных, которые совершили переворот. И один из главных героев в книге говорит, как же так, я с этими людьми встречался, выпивал, я с ними воевал когда-то, в Второй мировой войне, в том числе, или в Индокитае. А их сейчас так унижают и их казнят. Ну, немножко все-таки другой сюжет. Настоящая армия пытается произвести переворот. Или возьмем Турцию. Многочисленные попытки, в том числе удавшиеся военных переворотов. Когда страна немножко иначе жила. Эрдогану переворот не понадобился. Он сделал автопереворот. Он продлил тоже свое существование в качестве главы государства. То же самое сделал Путин. На самом деле, переворот был в таком, в смысле политической науке, переворот был в 20-м году. Но автопереворот, когда уже действующий президент, нарушение Конституции, правит эту самую Конституцию, продлевает себе на неопределенный срок полномочий. Становится таким вот совсем уж персоналистским правителем. То есть здесь аналогий очень много, но наш кейс, конечно, совершенно уникальный, потому что вот так вот. Просто отдать кучу государственных денег, денег многоплательщиков и получить за это марш на Москву. Честно говоря, я так и не понял, боролся ли за власть Пригожин. ГКЧП боролась за власть. Они хотели возглавить страну. Парламент в 93-м году хотел тоже скинуть президента и установить там какой-то свой, свой некий политический строй. Это была борьба за власть. А сейчас вот этот человек, по фамилии Пригожин, он власти хотел, он брал бы Кремль штурмом, он, не знаю, арестовал бы Путина. Судя по испугу Путина, такое, наверное, было возможно, но мотивов Пригожин, собственно, окончательных, думаю, так и не поняли. В вашем случае, я не понял, что это было. Вы знаете, нам сейчас надо прерваться на две минуты рекламы. Про мотивы Пригожины я думаю, что мы как раз через две минуты попробуем как-то все вместе понять эти мотивы, проанализировать. Это долгожданный крик услышала команда португальского мореплавателя Педро де Кейроса, который уже много месяцев, потеряв всякую надежду, бороздил океан. Это была не просто земля, это был рай. Тот самый остров, который люди и всех времен и народов описывали в своих легендах, где нет ни проблем, ни болезни, ни даже смерти. Остров, где сбываются мечты. Его искали органавты, скифы, варяги, а он притаился тут, на юго-западе Тихого океана. Греки называли его Элизиум Кельте, Авалон Славяне, остров Буян, а местные жители называют Эспириту Санто. И это самый большой остров государства Вануату. Вануату – маленькая страна в Меланезии между Австралией, Новой Зеландией и Фиджи. Она и теперь продолжает оставаться совершенно особенным местом спасением от жизненных борь. Если вчера вы даже не знали о ее существовании, то сегодня самое время задуматься о получении паспорта. Вануату – одна из двух стран мира, где россиянам еще доступны инвестиционные гражданства за невозвратный взнос от 128 тысяч долларов. Паспорт крошечного островного государства, как ни странно, дает большие возможности для перемещения по миру. С ним можно поехать без визы больше, чем в сотню стран. Среди них Сингапур, Гонконг, Израиль, Великобритания. В данный момент правительство Вануату ведет переговоры с Брюсселем по возобновлению безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения и планирует заключить такое соглашение и с Австралией. Хорошая новость есть и для тех, кто ведет бизнес в Великобритании или по другим причинам должен там бывать. С паспортом Вануату можно 6 месяцев в течение года без виз находиться в Соединенном Королевстве. Но есть и плохая новость. Евросоюз усиливает давление на крошечные страны и по некоторым данным Вануату может приостановить прием заявлений от граждан РФ уже 30 ноября этого года. Несмотря на то, что получить одобрение по заявке инвестора можно уже через 2 месяца, действовать нужно сейчас. С чего начать и как все грамотно оформить, знают специалисты международной миграционной компании Астенс. Они помогут подготовить документы и возьмут на себя все вопросы получения гражданства. Обратитесь для получения персональной бесплатной консультации и узнайте всю актуальную информацию. Возможно, Вануату станет островком безопасности для вашей семьи. Контакты оставляем в описании. Продолжаем. Напомню, мы говорим с Андреем Колесником, экспертом фонда Карнеги, и надо сказать, что Ирина пообещала продолжение про предложения. Да, но хочется понять мотивы, как-то проанализировать вообще и последствия этого, хотя политические последствия. Мы пока не видим даже правовых последствий. Мы вообще никаких последствий увидим. В брошу вам, Андрей, тему, которая появилась вот на Репаблике, по-моему, я видел материал о том, что, может быть, это осознанная или подсознательная попытка показать элит, показать Путину, что в 1924 году он не очень уже желателен. Элиты на такое неспособны, так называемые элиты. Это очень интересный вопрос, на самом деле, потому что вот эти бесконечные наши разговоры о расколах внутри элит, но это расколы в головах отдельных, они не внутри элит, так как таковых. Где они расколы-то? Они служат в спуге, в страхе, не знаю, в каком-то порыве таком конформистском, не зная, куда себя девать, боясь лишиться должностей, боясь лишиться денег, которые вытекают из этих самых должностей, поскольку у нас все-таки власть и собственность, как известно, соединены прочными узами, это и по Пригоржу. Такая Родина единая, а у нас власть и собственность единая, да? Абсолютно, да. Соответственно, я думаю, эти люди не способны были организовать ничего, и они сейчас не способны, и я думаю, что этот мятеж, наоборот, не вдохновил их на какие-то новые шаги, а может быть, может быть, наоборот, как-то, так сказать, показал, что лучше и не пробовать, что если не быть решительными, жестокими, максимально жестокими, то, собственно, ничего не получится. А если уж у этого парня не получилось, который абсолютно казался как бы таким, или делал вид, что он такой отмороженный, совершенно, что ему все равно, что он готов всех порвать, и у него есть эти самые дивизии, как говорил Сталин, сколько дивизий у Папы Римского, у Пригожины были и дивизии, и уже какая-то харизма, ну, не папская, понятно, а скорее наоборот, но неважно, это была харизма, Пригожин Фест в Ростове это показал наглядно. Соответственно, я думаю, что они не в состоянии были оторганизовать, это во многом его идея, его, может быть, спонтанность какая-то, его фальшстарт, ему бы еще нарастить этот самый рейтинг, немножко, так сказать, спокойнее себя вести, тогда бы он, может быть, стал политиком. Это поведение не очень как бы политика, это поведение такого вот главы кочующих бандитов вооруженного формирования некого, действительно, да, политик должен терпеть, ждать, и если есть какая-то месть, то подавать это блюдо холодным, да, в тот момент, когда уже все силы как бы собраны. На самом деле, это был для него фальшстарт, и, возможно, как бы, один из признаков этого фальшстарта, это то, что цели все равно он не очень определил, потом назвал маршем протеста, ну, хорошо, марш протеста с сбитыми летчиками, ну, не очень похоже это на марш протест. Ну, вот, Андрей, вы как раз рассказывали нам марокканскую историю, напоминали нам ее, и если мы посмотрим на большую часть таких историй, казни, тюремные заключения, иногда потом амнистии, но, тем не менее, именно жесткое подавление. Вот это ровно то, что мы все ожидали увидеть, и не увидели, вообще ни под каким соусом. И вас это удивляет? Я бы не сказал, что вообще что-либо может удивлять в том поведении, которое предъявляет миру Путин, тем более, не знаю, если правда, то, что он был на кораблике в день мятежа где-то под Петербургом, но при всей неправдоподобности этого, это у его стиля, как бы, ну, вот, он же Пригожина не останавливал. Он, я думаю, иронически как-то поглядывал на вот эту вот перебранку, которая шла полагал, что это очень полезно для бюрократии, да, пусть они чувствуют себя как бы такими вот в форме, да, вынужденным и без оглядки на него, они на него оглядываются, он молчит, ну, им приходится как бы вот мобилизовываться, что-то такое делать, как-то полемизировать. Ему это всегда нравилось, но вот оказалось, что это не игрушки, оказалось, что это не шуточные вещи. Мы не знаем, не знаем, на самом деле, не держим свечу, и это все во мраке абсолютном и останется, что он, собственно, сейчас делает, перетряхивает ли он эти структуры или нет. Или наоборот, он их поблагодарил, полагает, что этого достаточно, как Сталин поблагодарил русский народ за то, что он его мог не защитить, а защитил в мае 45-го года. Так, и здесь, наверное, достаточно благодарности, они сохранили верность в его представлении, хотя эта верность не была протестирована на практике, но этого достаточно. Ну, где Герасимов, где Суровикин, эти классические вопросы на этой неделе так и не нашли своего ответа, что происходит, не идут ли чистки. Ну, то, что были отпущены, собственно, головорезы, причем Беларусь, с одной стороны, вроде Россия поглотила Беларусь, а получается, что они ушли в какую-то другую страну под контроль, опять же, на аутсорс контроль выдан был Лукашенко сейчас. Ты, как бы, отвечаешь за вот этих ребят, и я, как бы, Путин, снимаю с себя за них ответственность. Вот они могут заключить на тракт с Минобороны, кто поумнее продолжит свою, значит, деятельность, ну вот, ты там присмотри за ним там. Империю Пригожина разрушили, самого оставили в живых. Это действительно вопрос, который там многие задают, а почему он до сих пор, собственно, существует? Может быть, пока оставили в живых? Может быть, пока, может быть, опять же, Путин всегда держит паузу в кадровых решениях, это своего рода кадровое решение, устранение негодного человека. Пригожин, собственно, молчит, возможностей стать политиком у него теперь практически никаких нет, поскольку ему заткнули рот как минимум, он должен как бы молчать. Пункты сбора этих самых вагнеровцев вроде как строятся, работают и так далее. То ли его назначат главой штрафбата и опять бросат, так сказать, в бой. Вот здесь много действительно непонятного, и те, кто хотя бы немножко этим интересуется, да, могут заподозрить Путина, опять же, в некоторой нерешительности. А человек средний, который немножко интересуется, а где-то не очень интересуется, ему, на самом деле, как всегда, все равно. Путину власти, значит, служим Путину, значит, поддерживаем Путина, не Путин, ну, значит, все поменялось. Поддерживаем не Путина. Поддерживаем не Путина, адаптироваться к новым обстоятельствам. Пригожина, если бы он, так сказать, взял власть, хотя вряд ли бы это произошло, и вел бы себя, ну, сравнительно прилично, я думаю, что люди бы в обмен на спокойствие некое, на некую стабилизацию, может быть, на какую-то, так сказать, попытку открыться миру даже, ответили бы с большим облегчением. Средний же человек, он одновременно хочет и бомбить Крым, простите, бомбить Киев, и одновременно хочет окончания специальной военной операции. Вот это в одной голове прекрасным образом укладывается. Просто хочется все это закончить, либо окончательной победой, либо, ну, каким-то миром. Давайте разойдемся, уже надоело. Что там в Европе, вот открыла бы она нам опять визы, границы, и поехали бы мы в родную Испанию отдыхать. Вот что хочет средний человек? Это вообще очень интересно. Это так же, как хочет, чтобы и Путин сидел в Кремле, и чтобы Пригожин шел на Кремль. В общем, в некотором смысле, да. Потому что это движуха, это движуха, это концерт, это шоу. Пугачева уехала, балаган остался, но надо же какое-то, так сказать, на этом месте устроить. Киркорова мало, нужно что-то еще. Это же было такое некоторое веселье. Существенная часть населения еще не поняла до сих пор, что произошло, насколько все серьезно, насколько все, ну, не то, чтобы фатально для России, но насколько мы глубоко в какой-то яме сидим, с которой нам очень долго выбираться. Как-то все забавно, ко всему можно адаптироваться. Ну, и надо отдать пригожинцам, они же в Ростове вели себя достаточно прилично. Хотя вот я недавно в одном эфире был с одним коллегой из Армении, с политологом оттуда, он говорил ему, ребят, ну, вообще Ростов это южновоенный округ, южновоенный округ, это Армения в том числе. У нас там происходит очень серьезное событие, мягко говоря. Для нас как бы это было, в общем, довольно серьезная штука. приходят какие-то люди занимать штаб Южного военного округа, ну, нифига себе, а с нами что будет, а это сейчас нам хорошо или плохо, или что вообще тут начнем. Огромное количество вопросов, на которые так мы не получим, наверное, никогда ответов, что это на самом деле было, это Африка, Азия, Латинская Америка или что? Андрей, давайте поговорим о реальности данной нам в ощущениях. Есть ощущение, что то, что произошло, немножко разрядило ситуацию. И в некотором смысле назревшие противоречия действительно теперь не такие острые. Вот, мне кажется, что эта разрядка, она действительно произошла, но я не уверен, что она как бы против Путина. ну да, он показал свою слабость, но люди не хотят обращать внимание на эту слабость. Они хотели бы, чтобы ну вот, ну вот, вот это так разрешилось, он остался начальником, он показал, что он сильнее даже вот этих устрашающих персонажей, значит, давайте продолжать жить с ним. Не то, чтобы он укрепил свою власть, но ощущение укрепления им своей власти, оно тоже присутствует. Это вот тоже парадоксальная ситуация, да, то есть, с одной стороны, вроде как впечатление ослабленности, а с другой стороны, ну раз он победил, значит, он сильнее, значит, король хоть оказался голый, мы на это смотреть не будем. Мы скажем, нет, 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 что вы, что вы, он хорошо одет, это новое платье у короля совершенно замечательно, и мы будем продолжать ему подчиняться. И ведь система, она как на автомате, вот была маленькая пауза, когда система, значит, немножко как бы задержала воздух в легких, а тут же начала раздавать приговоры, объявлять нежелательные организации, объявлять новых иноагентов, как будто ничего не произошло. Продлевать там срок пребывания в тюрьме по театральному делу, ну вообще ничего не произошло, все то же самое, ничего, никакие аргументы не работают сюда, ничего, огромные сроки, как будто ничего не произошло. Значит, система готова продолжать. Значит, она получила от Путина сигнал, что, ребята, все как прежде. Усиление репрессий, а чего их усиливать, они и так достаточно сильны, бессмысленны, и правка законодательства происходит в рабочем режиме. мы работаем дальше. Бизнес изъезжил. И так это может долго продолжаться, наверное, несмотря на то, что вроде как мы считаем, что эта система подгнила, что она показала свою слабость, но ничего, показала слабость, движется дальше. Вот когда ГКЧП, значит, был эпизод ГКЧП, Горбачев победил, а Советский Союз все равно развалился, это была другая ситуация, потому что было впечатление, что скорее победил не Горбачев, а Ельцин. Тогда был альтернативный, легитимный, избранный народом в Российской Советско-Социалистической Федеративной Республике лидер. Тогда было явное желание региональных вождей стать региональными президентами, самостоятельными, независимыми. Другая была ситуация, были альтернативы. Сейчас альтернатива Путину не образовалась. А вот если кто-то поступит как Пригожин, а кто поступит как Пригожин? Какие люди? Какой генерал? А какие у него силы? А сколько у него дивизий? Пригожина все это было. Рейтинг доверия, дивизии, пожалуйста. А где такой второй у нас есть? Откуда он возьмется? Из каких таких недр? Явно не Золотов. Ну, явно не Золотов у него теперь, Он вооружен до зубов, но очень доволен все это вооружение. Он как раз будет видеть и себя приличным. Другого типа человека. Назвали Золо. А кто там еще? Кто там будет заговор плести? Министр экономики решетников, что ли? Кто есть? Губернатор какой-нибудь начнет отделяться? Да нет. Я думаю, что все они хотели бы как-то пока побыть в системе и дождаться ее более мягкого какого-то конца и дальше разбираться между собой. Может быть, более интеллигентным способом. Андрей, правильно ли я понимаю, что несмотря на всю труху, которую вы описали, она может стоять еще очень долго, потому что нет игроков, которые готовы были бы эту труху пнуть, чтобы она рассыпалась. Да, абсолютно. Вот нога не поднимается у них, рука не поднимается, ничего не поднимается. Выгоднее, безопаснее вести себя тихо и спокойно. Изображать, имитировать лояльность и действительно быть трижды, дважды более лояльным именно от испуга перед тем, что вот все такое вот трухлявое, ведь можно же было бы это все обвалить. Ну, а какова моя будущая судьба в обваленной системе здесь, по крайней мере, я понимаю, у меня есть должность, у меня есть деньги, у меня есть положение, у меня есть, я не знаю, вызов в Кремль на насовещание, почему бы не продолжить. И все-таки действительно этот парень опять спустя 23 года он опять вышел сухим из такой уже из водопада уже совершеннейшего такого. И вроде бы ничего, все получается. Значит, будем продолжать. Он этого хочет, мы, может быть, этого не хотим, но мы будем делать вид, что мы этого хотим и тем самым будем ему помогать. Точно так же рассуждают средний россиянин. Ну, а чего? Мне главное, чтобы продукты были на столе и чтобы меня в армию не призывали. Если этого не произойдет, ну, почему бы и нет, почему бы и не продолжить? Кто его знает, это у Пригожина устроил бы там всеобщая мобилизация. Да уж, на этой не очень оптимистичной ноте, но тем не менее, не исключающих прилета целой стаи черных лебедей, мы прощаемся сегодня и с Андреем Колесниковым, и с нашими дорогими зрителями и слушателями. Я только напомню, что обязательно нужно поставить лайк этому видео, подписаться на канал «Живые гости», если вы еще не подписаны. Ира, ты что-то тоже хочешь напомнить? Я хочу напомнить, что можно купить прекрасный мерч на сайте echo.fm.online Там можно найти ссылочку на прекрасный мерч с логотипами Echo. И, кстати, Екатерина Шульман. В том числе, да. Ну и не забывайте, конечно, что чтобы дилетант.медиа тоже для того, чтобы поддержать «Живые гости». Все. Спасибо огромное. Еще раз напомню про лайки. Всем пока. Пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok